Иван Петров Ну что, всех приветствую, меня зовут Иван Петров и сегодня в таком необычном месте для меня первый раз выступаю на фудкорте и рассказываю какую-то лекцию. Это будет не лекция, это будет рассказ от меня лично о том, что я думаю, как я вижу, что я чувствую именно на Байкале. Вот сейчас, не знаю, там люди сидят, смотрят, посматривают, кто был на зимнем Байкале, кто чувствовал вот эту энергетику. Один, вы только были, да? Паш, а ты чего? Тоже говори, я тоже был. Я понял, у тебя задача, да. А кто мечтает? Наверное, те, кто пришли, как раз мечтают про зимний Байкал, кто-то две руки поднимает. Я, честно, я на Байкале... А, и вы тоже. Ребят, ну серьезно, давайте, берите стулья, там, стол переносите и... Послушайте, хорошо. Когда будет красиво, я вам скажу сейчас. Следующая картинка, она будет красивая. В общем, зимний Байкал я там был пять раз, и в этом году буквально через пару недель я туда поеду в шестой раз, вру. На зимний Байкал я поеду в шестой раз, и я поеду в целом в восьмой, девятый раз просто на Байкал. И в этом году я впервые был на восточном побережье, это со стороны Улан-Удэ, сейчас покажу карту. И я понял, что я еще раз влюбился в это место, в это огромное пространство, потому что я видел какие-то новые пейзажи, новых людей, новые традиции чуть больше, погрузился именно в Бурятию, узнал про шаманизм чуть больше, про буддизм, и все это вызывает какие-то новые-новые эмоции. Что такое Байкал? Ну, для меня это, вот честно, это не озеро, это не море, для меня это космос. Космос, которому можно прикоснуться, который можно ощутить. На самом деле, это озеро, которое является самым глубоким на планете Земля. Максимальная глубина Байкала, которая изучена, 1642 метра, и она была подтверждена несколько лет назад. Длина береговой линии, если вы захотите пойти в поход, это 2000 километров, и, по-моему, даже кто-то гулял по берегу Байкала, гулял вокруг. Площадь Байкала 31 772 квадратных километра, что является больше, чем площадь всей Армении, чем больше, чем площадь Бельгии по масштабам. Но когда ты находишься где-то в центре Байкала, с одной стороны в минус 30 смотришь на другую сторону, западную, на восточную, или наоборот, ощущение, что это вот прямо рядом. Но это все достигается за счет того, что очень морозный воздух, и он максимально кристаллизируется. Если еще ясная погода, то кажется, что Хамар-Дабан, если смотреть с запада на восток, то он буквально там в 20 километрах, а между вами 80, ну 60 как минимум. География Байкала и вообще, куда можно ехать, что можно делать. Есть два места, куда прилететь. Это западная сторона, это Иркутск. Это основная точка, куда прилетают люди, которые вот что-то слышали про Байкал. Но есть еще и восточная сторона, это аэропорт Улан-Удэ. У Иркутска какой плюс, что до ближайшей точки, до Байкала по прямой, это примерно где-то 40-45 минут на такси. Если вы прилетите в Улан-Удэ, то до ближайшей точки у вас примерно где-то, ну в два раза больше 100 километров. Но это абсолютно дикие места. И в основном люди едут в ближайшей точке, это почти 250 километров Усть-Бургузин. Примерно на такое же расстояние от Иркутска до острова Ольхон, который является самым большим островом. Всего на Байкале порядка 25 островов. И большинство из них скрыто вот в этой точке. Это так называемое Мало море, которое прячется между Ольхоном и материком. Соответственно, основные места для туризма, куда приезжают люди, большинство прилетают в Иркутск. И дальше их везут либо в Листвянку, либо на Ольхон. Здесь показывают всякие разности, разные красивости и увозят обратно. Но есть еще юг Байкала, так называемый городок, небольшой поселок Слюдянка. Это самая-самая южная точка Байкала. И как раз здесь начинает свой путь к БЖД, Кругобайкальской железной дороге. И вот этот кусок Байкала, на этом куске, длиной примерно 60 километров, построено порядка 140 уникальных сооружений. Туннели, мосты, гроты, ну в общем, все-все-все, и все это рукотворно. Все это люди любят, фоткаться, бегать, гулять. Но при этом это действующая железная дорога, и надо быть внимательным, потому что можно попасть и на поезд в том числе. Здесь же исток Ингары, той великой реки, которая начинает свое движение именно с Байкала. И как раз вот эта часть в районе Листвянки, это единственное место, которое не замерзает вообще никогда. Потому что, если, допустим, температура сейчас стоит в Иркутске, минус 40, по-моему, 5 или 42 было сегодня, Ангара, она дышит. И в этом месте настолько огромная масса воды, что здесь никогда не замерзает лед, и примерно километров, наверное, около 10. С другой стороны, с восточной стороны, куда можно поехать, это Улан-Удэ, и ближайший такой населенный пункт, это Усть-Бургузин. По сути, это центр Байкала, как и Остр Фальхон. Они примерно, ну, можно сказать, что на одной горизонтали находятся. И отсюда возят людей вокруг полуострова Святой Нос. Вот этот залив и вот этот залив, да, вот эти два заливчика, это самые теплые места на Байкале. Если средняя температура воды на Байкале летом где-то плюс 13, то здесь можно купаться нормальному обычному смертному и даже детям. И дети здесь полоскаются летом, ну, порой говорят, что вода нагревается до 25-28, ну, в 25 я верю, в 28 я не верю, лично я. Но в целом, в целом это очень-очень классно. Но это все за счет того, что вот в этих двух заливах средняя глубина примерно 5 метров всего лишь. Когда средняя глубина во всем Байкале около 700 метров. То есть средняя взвешенная глубина по всему Байкалу. Самое глубокое место находится вот как раз где буковка И, остров, город Хужир, столица Ольхона. И вот здесь как раз 1640 с чем-то метров. Но представить это очень тяжело. Точно так же, как когда мы выезжаем из Ольхонских ворот на коньках, вот в этом месте. Вот здесь вот, прямо около берега, буквально от берега отходишь 50-100 метров и под тобой километр. Тоже не воспринимается. Это, наверное, как это ощущается. Потому что когда ты выезжаешь на этот лед зимой и по нему летишь там, не знаю, со скоростью порой 15 против ветра, порой и 20, а порой и там все 40. Но вот какое-то ощущение есть, что что-то происходит такое, что невозможно объяснить. Ну и с точки зрения севера, вот здесь вот абсолютно дикие места. Вот здесь есть село Довша. Это кордон Прибайкальского природного парка, заповедника, Прибайкальского заповедника. И на этом кордоне нет ни одной собаки. Знаете почему? Ну потому что это заповедник, и собака, она пугает диких животных. За счет этого, когда вы выходите в Довше и идете вот так вот, идете, там минус 40, такой белый снег, избушки стоят. И вдруг вы видите, по забору бежит черная кошка. Это точно не кошка, это черный соболь. Это эндемик, которого можно встретить вот прямо вживую, чуть ли не ежедневно. Он просто бегает, там его кто-то подкармливает. Ну в общем, здесь можно увидеть очень много. И здесь, кстати, говорят, один из самых прозрачных льдов, ну с точки зрения именно прозрачности. И за счет того, что там запрещена рыбалка, вы можете стоять на льду. Толщина льда метр, глубина под вами примерно 5-10. И вы видите, как хариусы влево-право, как в аквариуме такие плавают. Я этого еще не видел, но буквально через месяц я очень надеюсь, что я увижу этих хариусов. И, конечно, моя душа рыбака и охотника в душе, наверное, будет там думать, как же их изловить. Но нельзя. Можно ли не увидеть лед на Байкале? Ну да, можно однозначно, но если очень постараться, даже в районе Листвянки. Вот, кстати, еще один факт. Вот эта часть Байкала, южная, она в основном к концу зимы, к концу марта, ее вообще там заметает всю. Потому что на Байкале есть снег. Есть утверждение, что на Байкале нету снега. Он есть, но за счет мороза лед настолько твердый, что тот снег, который падает, он не примерзает. Он просто лежит сверху. И достаточно двух ветров, там есть четыре ветра, таких очень сильных, когда, ну, даже велосипед держишь, так вот за руль просто стоишь, и велосипед качается. Он не стоит на земле, на льду, он просто покачивается, потому что настолько сильный ветер. Весь этот снег сдувает. И в прошлом году была ситуация, когда мы уехали на коньках вот примерно в это место, вот где-то здесь, и до сюда 40 километров было. Вот мы ехали, и мы ехали против ветра, ползли, можно сказать, против ветра, и просто вот по снежным полям. То есть ты едешь снег, под снегом плод и снег, ты в него врубаешься, падаешь и прямо, и понимаешь, что ну ты вообще никто. И на следующий день мы выезжаем, солнце светит, тишина. Такое ощущение, что это две разные картинки, вчера и сегодня. То есть за ночь вообще сдуло весь снег, и ночью такое ощущение, что крыша ходила по дуном, прямо было даже, ну не то чтобы страшно, но спишь как под такой убаюкивающий стук крыши металлической. Что такое лед вообще, и какой он бывает, и кто-то говорит 150 оттенок, кто говорит 200, но считать невозможно, потому что он везде абсолютно разный этот лед. И я вот здесь так привел какие-то основные, что видят люди, с чем они сталкиваются. Но первое, конечно, это если вы посмотрите на лед сверху, то это какие-то космические нейросети. Там есть трещины побольше, поменьше, но если посмотреть, это прямо как вот такой большой какой-то часть тела, полностью все извито вот этими необычными сосудами. Очень многие едут посмотреть на лед с пузырьками, и пузырьки бывают очень разные, бывают там они в верхней части, бывают в нижней части, бывают во всю толщину льда. Это тоже необычайно красиво и магически, ты просто ложишься на этот лед и залипаешь на этих пузырьках. Причем все, и мужчины, и женщины, и топ-менеджеры, там очень важные дяреньки, да, вода Байкал, кстати, крутая, сейчас одну фишку про нее вам расскажу. Гвоздики очень похожи на пузырики, да, но называются гвоздики, потому что у них немножко другая ситуация, как они формируются, но тоже необычные, и они реально выглядят как гвоздики. Вот там держите гвоздь, который, не знаю, там сотка обычная, да, которую забивают обычно, не знаю, там швеллеры, еще куда-то, ну, доски. И вот прямо ощущение, что эти гвоздики туда вот так вот разложили аккуратненько вертикально, и они там замерзли. Становые трещины. Самая опасная штука на Байкале. Представьте погоду, опять же, минус 30, минус 50, вы там идете в поход, или вы катитесь на коньках, или едете, не дай бог, на машине, перед вами трещина, в которой вода. Мозг не воспринимает вот эту вот ситуацию, когда минус 30, минус 50, и вода, в которой нету льда, она просто плещется. И как они образуются, эти трещины, за счет огромной массы воды, вот этой вот площади и глубины, лед постоянно двигается. Не зря говорят, что лед, он абсолютно живой на Байкале. И за счет этого движения воды происходят изломы, и они в основном происходят в местах, где есть какие-то нажимы. Вот идет масса льда большая, и она упирается вот в этот нажим, вот это сужение. То есть все повороты, все трещины, они образуются вот в этих местах. И эти места, они, в принципе, известны всем местным. И с года в год они ездят на своих хиусах, буханках, они знают, где они могут быть. Ну, наверное, не знаю, Паш, сколько? 40? 20-30 как-то окунулись. Я окунулся вот так. Причем там это вообще мистика какая-то была. Я эту трещину видел, как и все предыдущие. Но почему-то все пошло не по плану, как я запланировал. То есть я сделал все так, как я не делаю обычно. Это другая история. Следующая классная штука. А, и, кстати, становые трещины, вот эти, про которые я говорю, они могут быть 20 сантиметров, могут быть 40, могут 50, а могут быть 4 метра. И причем эта трещина может быть длиной 10, 20, 30 километров. Вы едете на машине, вчера вы здесь проезжали, а сегодня вы едите, и перед вами трещина, и вы ничего не можете сделать. Ну, я не знаю, там, наверное, даже метровую трещину, там, сильно-сильно разогнавшись, буханка не перепрыгнет, ну, и ни один ледорожник не перепрыгнет. Поэтому это опасно, и с этим надо быть очень внимательным. Когда вы путешествуете с кем-то, ну, не надо самим там садиться за руль и говорить, что, ну, там, лед метр, я сейчас проеду, все классно. Ну, это все чревато. И, кстати, чего только не тупили на Байкале. И грузовики, и снегоходы, и хивусы. Там, я вижу, девушки уже стоят минут 10. Вы подходите, присаживайтесь. Только не уходите, не бойтесь. Следующая классная картинка – розочки. В этом году, кстати, посчастливилось увидеть розочки даже на наших водохранилищах и те, кто катались на коньках. Но это вот необычные красоты. Просто смотришь издалека, видишь, ну, какой-то там ледок. Останавливаешься, думаешь, классно. А когда нагибаешься и видишь вот эту вот красоту, которую создала природа, вот прямо здесь, это необычайно круто. Но розочки на Байкале бывают очень огромные. То есть, если у нас они были там сантиметров 5 высотой, то на Байкале им могут быть 10 и 20. И могут быть и такими, которые мешают вам ехать. То есть, они в какой-то степени направлены на вас по ходу вашего движения, и вы просто спотыкаетесь об них. Очень необычная, красивая и в то же время сложная для передвижения на коньках штука колобовник. Почему ее назвали колобовник? Не знаю, может, от слова колобок? Потому что это много-много крупных таких или мелких плюх снежных, которые мерзли в лед. И ощущение, что они вот, ты прямо едешь по ним, как по, не знаю, по дну какого-то там Балтийского моря или любого другого моря, где есть вот эта вот волна на дне. То есть, по ним с одной стороны можно ехать, но с другой стороны, он бывает, этот колобовник и 2 см и 3, и ты постоянно прыгаешь. И иногда, когда на скорости влетаешь в этот колобовник, вот так вот садишься на коньках, кажется, что сейчас просто там все тело вытахнет, начиная там от колен, заканчивая, не знаю, позвоночник. И он прямо б-б-б-б-б-б. И, конечно, если на вот таком чистом льду или там на пузыриках, неважно на каком ровном льду, можно кататься и на хоккейных коньках, и на фигурных коньках, то на колобовнике, ну, метров в 10, и я думаю, что человек будет уже лежать горизонтально. Торосы. Еще одна необычная штука, очень красивая. Ну, вот здесь запечатлены торосы. Я таких пока еще не видел. Но мне говорят, что я в этом году их обязательно увижу, в той северной части. Но торосы, которые видел я и которые я перелезал, они были примерно, ну, наверное, полтора метра высотой. Но говорят, что они бывают и до трех метров. Что такое торосы? Это, опять же, нажимы льда. То есть формируется лед, в какой-то момент его ломает. Либо ветер, либо нажим, который идет с севера в основном. И начинает ломать вот этот мелкий лед, он начинает крошиться. И вот как выпирать, можно сказать. И вот это крошение продолжается до какого-то периода. И таким образом вот весь этот лед выталкивает наверх. И получается, что прямо гора такая. И, конечно, пролезть по вот этим торосам на, вот так вот, если вы захотите, перелезть через них, но это просто, ну, практически невозможно. Потому что он настолько скользкий, но это вот прямо, знаете, как льдина с сосулькой. Вы пытаетесь перелезть через эту сосульку. Это надо на коленях, на локтях, на ладошках везде иметь какие-то шипы, мне кажется, чтобы вот так просто преодолеть. Шуга очень похожа на розочки. Не такая красивая, ее много, и она очень хаотична. Если розочки, это в основном идет трещина, и вот из трещин вылезают эти розочки, то шуга это много-много вот таких льдинок, которые просто замерзли. Опять же, шуга бывает поменьше, потолще, и бывает такая до двух сантиметров, когда много-много этой шуги, тоже крайне неприятная штука, ни пешком, ни на коньках, ни на велосипеде, ну, только если на Хиусе, там, пролетать ее на скорости. Ну и, пожалуй, эндемики. А, кстати, кто знает, что такое эндемик? Вы знаете, вы знаете, Паша знает, вы знаете. А вы знаете, что такое эндемик? Эндемик – это то, что существует в локальном месте и больше нигде. И вот на Байкале очень много эндемиков, начиная вот от вот этих сакуй, правильно, наверное, я сказал, сакуй их называют, заканчивая всякими разными животными. Кстати, черный бургузинский соболь, про который я сказал, это тоже эндемик, его больше нет вообще нигде, то есть он только там на Байкале. И вот эти сакуи достигают 5-7 метров бывает. И такое ощущение, что это сосулина, ее вот как бы вытачивали, она образуется за счет того, когда начинает замерзать Байкал, он долго замерзает, порядка где-то 3-х недель. То есть вот встает температура минус 30, и 3 недели он начинает потихоньку-потихоньку сковываться. И очень часто это сопровождается штормовыми какими-то ветрами. Параллельно, и за счет этого шторма и минуса вода наплескивает, отсюда и слово «наплески». Очень часто говорят, мы к темпе поехали на Байкал и увидеть «наплески». И все говорят, что это? А когда подумаешь, наплески – это вода, которая падает на скалу, стекает, маленькая сосулька больше, больше, больше. И вот за счет этих вот, почему 5-метровые, 7-метровые, то есть настолько будут сильные волны, что эти брызги врезаются в скалы и создают вот эти вот длиннющие и высоченные сосульки. Так что кто в детстве не наломался сосулек и, опять же, не нализался, я прямо так и говорю честно, то приезжайте на Байкал, у вас есть эта возможность. Просто у меня сын любую сосульку, которую видит, я говорю, «Димон, она грязная, там, из-под трубы». Он там вот все, что видит, ему надо оторвать эту сосульку. Он их прячет в снег, там, утром достает, ну, когда был в саде, ходил, делал таким образом. Передвижение по Байкалу. Ну, самое распространенное средство передвижения по Байкалу – это классическая буханка. Мне кажется, основной поток с завода уходит в ту сторону, потому что это тот автомобиль, который может купить себе местный житель, позволить, и по возможности купить его там за 2-3 года. Конечно, не ломается, но в целом это тот автомобиль, который легкий, и это его большой плюс. То есть ни один внедорожник, зарубежные, там, не знаю, Тойоты, лендроверы, джипы и все остальное, они не выйдут на лед, когда уже катается буханка, потому что она практически в три раза легче, и при этом это полноприводный автомобиль, ну, что тоже немаловажно. Основное средство передвижения в целом по Байкалу, но на больших перегонах, особенно перегон, который идет между Ольхоном и Листвянкой, его проходят на Хиусах. Хиус – это СВП, судно на воздушной подушке, то есть надувается подушка, снизу идет такой защитный пластиковый слой, и у кого-то один пропеллер, у кого-то два пропеллера. За счет потока воздуха, силы воздуха и руля, который находится сзади, Хиус передвигается. У него есть плюсы, есть минусы. Такие у него минусы. Он не может никогда остановиться, как машина, но его препятствие, он еще 50 метров катится. Поэтому очень часто бывает, когда капитан Хиуса, их называют капитанами, у них такие же морские права, разгоняются на Хиусе и ведут какую-то там, я не знаю, торосы, которых они до этого не увидели, потому что они ехали другим путем, начинают тормозить, но это практически бесполезно. Там надо быть готовым, что вы сейчас поедете по этим торосам. И плюс этих Хиусов, что они преодолевают торосы примерно до полуметра. То есть вот прямо стоят, я прям первый раз стоял в прошлом году, стоят льдины, вот такие ежики, такие полметра высотой, на них налетает этот Хиус и застревает в середине. Такое тоже бывает. Но в целом они за счет скорости, они по ним просто проезжают сверху и выезжают. Соответственно, ни буханка, ни снегоход этого сделать не могут. Еще одно средство, похожее на СВП, это аэролодки. По сути, это пластиковая лодка, которая на зиму обтягивается, можно сказать, что воздушной пойдушкой, но в принципе ее абсолютно такой же. У нее сзади стоит пропеллер, который также нагнетанием воздуха двигается. Соответственно, вот эти два средства примерно раз от 10 до 15 дороже, чем буханка. Так что можно купить 10 буханок и их менять, и не заниматься покупкой Хиуса. Но огромный плюс Хиуса, что Хиус передвигается и по льду, и по воде. И это незаменимое средство, когда нужно двигаться по тонкому льду, который начинает образовываться где-то в апреле, и только Хиусы могут передвигаться, потому что даже если лед сломается, они просто пройдут по воде и выйдут на берег или достигнут той точки, куда они двигаются. Ну и снегоходы. Я не видел людей на снегоходах. И как-то в какой-то момент я так подумал, почему же я не видел людей на снегоходах. Почему, как вы думаете, нету людей на снегоходах на Байкале, которые не ездят в путешествия. Таня знает точно ответ. Потому что погода минус 30 просто физически не позволяет передвигаться, а то и минус 50. Ну и опять же у снегохода гусеница и лыжи. И в основном они пластиковые. Даже если на лыже есть металлический кант, тогда его делают прямо как конек. И там вот сейчас написал мне человек, который в этом году поедет гонку, ледовый, ледовый шторм. У него сзади будет обычное колесо, которое с шипами, а вместо переднего колеса у него будет конек. Я первый раз видел такую модификацию. Он сам ее сделал. Ну и очень прикольно смотрится. Я потом куда-нибудь выложу эту фотографию. Проживание. Это я так образно написал, какие-то взяли фотографии. Но здесь я просто к тому, что Байкал до сих пор, можно сказать, не разует. Есть в Листвянке такие, ну, наверное, твердая четверка, пару гостиниц. Есть пару гостиниц на Ольхоне. Даже одна гостиница, она такая твердая-твердая четверка. Все остальное это гостевые дома. И в целом это нормально. Просто люди порой, которые привыкли жить там в всяких Хилтонах, Рейдисонах и Холидеях и во всем остальном, они ожидают, что они сейчас придут. У них будет там однотонное покрывало, однотонная стена, белое полотенце. А ты приходишь в гостевой дом, у тебя покрывало, как у меня было у бабушки. Ну, кстати, полотенца уже складывают, так очень классно бывает. Даже я где-то видел, как в Турции, я видел этих там всяких уточек складывать, кто-то даже пытается этих уточек сложить. Но диссонанс, конечно, такой в мозгу конкретный. Ты видишь эту удочку, ты на Ольхоне, и все, и мозг ломается, не воспринимает эту ситуацию. Но в целом, в целом люди очень гостеприимные. Опять же, всегда можно попасться и на тех, кто хочет как бы заработать. У них есть два месяца, чтобы заработать. Поэтому проживание, ну, наверное, оно на 70% дороже, чем среднее обычное проживание, не знаю, в Карелии летом, например. То есть на Ольхоне цена за человека зимой или за номер, ну, порядка 7-9 тысяч, это нормально. За 7-9 тысяч вы снимете, я не знаю, вот здесь на Ленинградке что у нас есть. Какие там сетевые крупные гостиницы. Ну, то есть это номер, не знаю, в континентале какой-нибудь на Тверской. Ну, вот как бы это факт. Ну, а с другой стороны, об этом не нужно думать, когда вы едете на Байкал. Просто надо собрать, что я еду на Байкал, я готов заплатить там эти деньги за вот эти ощущения. И, конечно, то, что вы приобретете, это точно-точно очень круто. Виды туризма, наверное, это самое главное, к чему мы сейчас начинаем подходить. Все это было там прелюдия. По-разному путешествовать на Байкале. Конечно, есть обычные туры, в которых может участвовать человек, но мы больше про такое продвижение, про активный, наверное, образ жизни. Первое, что люди делают, конечно, они ходят пешком, но ходить по льду на Байкале пешком, вот для меня вот, я до сих пор не могу даже на велосипеде поехать, потому что мой мозг не воспринимает информацию, что зачем мы ходим на велосипеде, если можно катиться на коньках. Соответственно, второй вид туризма, самый распространен, это коньки. И люди ходят в походы, ходят в походы на три дня, на пять дней, на десять дней, на две недели, пересекают Байкал с севера на юг, но надо быть готовым, что у вас есть коньки, палатка, лыжи у вас за вами, привязаны санки, у вас за плечами рюкзак. То есть вы идете в экспедиционный поход, когда вы тащите все с собой. И погоды могут быть абсолютно разные. Опять же, вы можете идти в минус тридцать, и вам нужно поставить палатку, приготовить еду, ну, на любителя, скажем так. Есть шальные мысли, не буду их озвучивать, как бы тоже это люблю, но на две недели, наверное, не готов точно. Там на два, три, пять дней, наверное, да. Следующее передвижение – это велосипед. На нем классно, но пару лет назад, точнее, не пару лет назад, а когда мы второй раз поехали на Байкал, я понял, в чем фишка велосипеда, точнее, антифишка. Если вы на шоссе разгоняетесь на велосипеде, и вы катитесь, и вы кайфуете от того, что вы накатом как бы катитесь, то на Байкале этого не будет. На Байкале вы обязаны ехать с шипом, причем необычно, если вот здесь посмотреть, он конусообразный, то есть в основном шипы, которые продаются на покрышке, они плоские, у всех автомобилей шипы плоские, ну, прямо обратите внимание, то для Байкала этот шип не годится, он не работает от слова совсем. То есть ощущение, что вы без шипов. То есть даже лучше без шипов, чем на этом плоском шипе, это пройденный вариант. И были на нашей практике люди, которые с нами приезжали на Байкал, но почему-то им не сказали, они не подумали, они брали этот плоский шип, и первые же 100 метров они там раз легли, два легли, а если будет ветер, то это, ну, в принципе, невозможно. Поэтому, когда вы катитесь на этом шипе, на велосипеде, вы все время врезаетесь в лед, и у вас нет вот этого ощущения полета, вы все время должны крутить педали, поэтому я буду кататься на Байкале на коньках, а в Москве можно и на велосипеде. Ну, и важный вопрос, как путешествовать, делать самостоятельное путешествие, либо брать туры. И здесь он очень неоднозначный. Я бы сказал так, что есть люди, которые умеют организовывать себе путешествие. И если вы это делаете заранее, то вы можете это сделать самостоятельно. Ну, заранее, это примерно где-то сентябрь-октябрь на февраль-март. Если вы сегодня захотели поехать на Байкал самостоятельно, то я бы рекомендовал уже связываться с какими-то туроператорами, которые делают эти путешествия, потому что все занято. Ну, вот прям все. Особенно, если у вас группа там 5-10 человек, вероятность, что вы найдете проживание в одном отеле, она стремится не то, что там к 10%, она стремится к нулю. Ну, прям все выкупают, и особенно транспорт. Потому что я сейчас расскажу про путешествия, которые делаем мы. Мы хивусы, там проживание, все бронировали как раз в октябре месяце. И в октябре уже у нас был под вопросом один хивус, который нам подтвердили в декабре, потому что кто-то отказался. Ну, всегда можно найти что-то, что, ну, не супер качественно. Или там хивус, который такой древний-древний, будет ехать как в старом пароходе с дымящей, не знаю, дымящей трубой. С таким мы тоже сталкивались однажды когда-то на Ладожском озере. Вот, поэтому здесь, ну, такая, это двоякая ситуация. Но это возможно, это факт. И, конечно, если вы идете в такой поход, который будет начинаться с горизонта, на коньках, с саночками, то это тоже лучше делать с кем-то. Есть люди, которые называются гиды, и они знают, что с вами нужно сделать, когда в минус 30 вы остановились, и у вас внезапно замерзли пальцы. И все, отогреть у вас нету возможности. У вас нету возможности зайти в помещение, там сесть у камина, там уже нужны какие-то конкретные действия, чтобы просто их не поморозить. Как одеваться? Это, кстати, можно сфотографировать. Но это ссылочка. Мы подобрали просто такой список одежды, который мы рекомендуем, что нужно взять с собой. И здесь мы его показываем. Это все... Я, кстати, не сказал. Мы эту лекцию делаем в партнерстве с магазином Сплав. И Сплав становится, прям меняет вообще свою конъюнктуру, подход, и много-много классных вещей у них появилось, прям супер классных. Если до этого они были заточены на туризм, прям такой, то сейчас все больше появляется классного, красивого, яркого, а не там хаки, зеленого, темного, черного, серого. Правильно, Настя? Так что и девушка, можно идти туда тоже за яркими штанами, куртками, шапками. Ну, здесь такой общий набор, что мы рекомендуем одевать. Давайте начнем снизу вверх, наверное, да? Первое, откуда замерзают ноги, это... Точнее, что замерзает, это ноги. И, соответственно, ваши ноги должны быть в теплых ботинках. Соответственно, обычные, я не знаю, ботинки, которые вы уходите в Москве, точно не подойдут, если вы планируете какое-то там путешествие. Если вы будете все время двигаться на каком-то транспорте, вышли 15 минут, погуляли, наверное, подойдет, но все равно я бы рекомендовал утеплять ноги, потому что вам захочется по льду ходить очень много. И вас будет не загнать в этот хивус, в эту буханку, вы будете делать одну, третью фотографию, потом дадите подруге-другу, а сфоткай меня так, а потом вы решите в купальнике сфоткаться. Ну, в общем, и принцип, который мы используем, всегда это два слоя, либо три слоя, то есть это термобелье и верхняя одежда. Если это верхняя одежда, да, верхнее, все, что выше пояса, то это термобелье, флис и сверху пуховая куртка, желательно, которая не продувается. Очень классно иметь какие-то жилетки, то есть в целом вроде бы не холодно, но чуть-чуть прохладно. Если вы одеваете кофту, то вам становится холодно. Если вы одели жилетку, то это классно, поэтому я всегда с собой вожу флисовую жилетку и пуховую жилетку, и в зависимости от ситуации одеваю. Опять же, жилетка классна, когда вы находитесь в какой-то гостинице, в гостевом доме, на кофту накинули жилетку, в куртке жарко, спину дует. Если вы снимаете куртку, одели жилетку, ничего не дует, и при этом вам не жарко. В общем, такая очень классная штука. Перчатки. Очень важно, и опять же, я говорю, что на Байкале поэтому перчатки должны быть такие, что вы сняли, пофоткали, руку спрятали. Это должно быть секунды такие. Увидели, там, сделать селфи, достали, сфоткали, опять перчатку спрятали. И, конечно, варежка в этом плане лучше, потому что у вас пальцы вместе, и они лучше согреваются. Но здесь зависит от каждого, как вы способны согреваться от вашей терморегуляции, от вашего скорости, с которой передвигается кровь по вашему телу, и насколько кончики пальцев в том числе снабжены вашими капиллярами. то есть, у каждого индивидуально. Перчатки есть, ботинки одели, штаны надели, куртку одели, вверх. Шапка плюс балаклава и плюс очки. То есть, вот три вещи, которые незаменимы. Я лично, я не люблю балаклавы. То есть, я не люблю, когда у меня к лицу что-то прижимается, особенно, многие любят там баф натянуть, или вот какой-то шарф на нос. Для меня это все, это там смерти подобно. Я понимаю, что у меня там все начинает потеть, так что у меня ноздри всегда открыты. Но многие одевают балаклаву, так что у них торчат только глаза, и сверху не одевают очки, и все, они полностью изолированы, их не видно. И это гарантированно, что у вас ничего не замерзнет, ни нос, ни щеки. Ну и шапка, понятно, по ситуации. Соответственно, про куртку еще, что важно сказать, когда вы собираетесь на Байкал, если у вас есть капюшон, это всегда большой плюс. Вот прям большой плюс, почему? Потому что вы можете быть в теплой шапке, в теплой куртке, но если будет дуть ветер, он все равно вам задует вот там в часть шеи, поэтому вместо того, чтобы наматывать там шарф и быть как африканские племена с этими бусами, или как они, что там они одевают, кольцами, просто накидывайте капюшон, и в этом очень классно, потому что он защищает вас еще и от ветра. Ну, то есть у вас есть такой некий скафандр, защищающий от ветра. Про очки. Очень важная штука, об этой штуке думают те, кто увлекается горными лыжами и катается в горах, без них невозможно, вы это знаете. Те, кто не катается, очень часто приезжают на Байкал без очков. И это прям очень опасно в какой-то степени даже, потому что солнце бывает настолько яркое, что невозможно смотреть. То есть вы снимаете очки и понимаете, что вы не можете открыть глаза, потому что оттуда светит, снизу лед или снег светит, кристальная просто частота воздуха и, ну, невозможная. Поэтому я всегда с собой беру, либо, ну, у меня там три степени затемнения есть. Если пасмурная погода, я надеваю просто какую-то маску, если там средняя, там, я знаю, будет облачность, среднюю маску, если я вижу прогноз, что там солнце, я точно беру максималку. И мне даже в ней еще хочется там еще один слой одеть, чтобы закрыть глаза. Ну, и здесь такие штучки, которые очень классные с точки зрения путешествия. Первый – это баул. Многие обычно девушки приезжают своими красивыми чемоданами, розовыми, оранжевыми. И очень жалко, когда этот чемодан при первом же ударе какую-то лесенку бетонную при минус там сорока получает трещин. Ну, то есть выдерживают чемоданы, но не все. Это вот проверено опытом и было даже так, что бывает, что эти чемоданы трескаются до того, как вы их получили. В Иркутске их начинают выгружать, грузить вот в эту вот тележку. И как делают грузчики? Раз чемодан, два чемодан. Чемодан полежал 15 минут на морозе, потому его завозят в помещение и в обратную сторону. И в этот момент он падает и как бы вы получаете чемодан с трещиной. Неприятно. Поэтому баул самая универсальная штука, потому что у многих баулов есть лямки. Я точно знаю, что у сплава на этом бауле есть лямка, потому что мы делали этот крой и специально готовили для того, чтобы участники нашей страны могли ходить с этим баулом. И плюс он такой полугерметичный. То есть его можно спокойно опустить в снег, даже если будет капать дождь, ну там не ливень, да, и течь лужа, то все равно ваши вещи останутся сухими. Ну и плюс баула, что его можно там трамбовать. Конечно, не стоит туда класть компьютеры, но в целом, кто едет на Байкал, берут компьютеры в какой-то просто рюкзачок либо вообще не берут их. Всегда классно иметь какой-то маленький рюкзачок для того, чтобы положить, не знаю, телефон, перчатки, термос, очки солнечные, там какую-то, не знаю, губную помаду красную или от ультрафиолета или не совсем красную, ну в общем, что душе угодно. Это спорный момент, он точнее не спорный, он очень индивидуальный. Вот большинство ребят гоняют горнолыжные маски, ну ходят. Берите смело горнолыжную маску. Опять же, если вы одеваете пластиковые очки, которые вы используете летом, они хороши, даже если они с максимальной защитой. Облегченная маска специальная для туризма. Супер, супер. Повторяю слова. Специальная маска, специальная облегченная для туризма и для горнолыжного спорта. Вот я такой. Там надо что? А, тут надо пленку снять. Ну в общем, что важно, что здесь есть мягкая штука, горнолыжная подойдет, да, но чем, какой минус у солнечных очков, которые используете летом? У них есть пластик. И как только пластик на морозе касается вашего там носа, лица, очень вероятно, что в этом месте вы получите ожог, но вот минусовой, который именно, ну обморозите конкретную часть кожи. Поэтому всегда смотрите, чтобы были вот такие мягенькие штучки. Маска запотевает, но не все. Ну то есть еще один момент, почему я не люблю маску. Если вы берете дешевую маску, скорее всего она запотеет. Если вы возьмете хорошую маску и пшикните антифогом, ну вот в обычном магазине, не знаю, в спортмастере продается в отделе плавания антифог, просто попшикали, вытерли. Есть вероятность, что она запотеет, но она маленькая. Скорее всего она запотеет, когда вы очень сильно бежали, потели, остановились и перестал попадать, ну поток воздуха. Тогда она может запотеть. Теплый констюм из футера. Я буду повторять вопросы, чтобы все слышали. Футер это по сути флис с начесом. Ну то есть это там два флиса словно толщиной, то есть с неким... Я правильно говорю, Настя? Подскажи мне. Футер это, ну, начес, начес. Но мое личное, опять же, мнение, я не люблю быть как капуста. То есть я всегда стараюсь одеть термобелье, могу потолще там шерстяное надеть, обычный флис, и потом просто потолще куртку, чем флис с футером, флис обычный, ну, много-много слоев. Ну, мне это лично некомфортно. Термозаклейки лица, сейчас мы дойдем до фотографии, отдельно расскажу про этот лайфхак и прямо его настоятельно всем рекомендую. Во-первых, это прикольно, классные фоточки, и можно их менять там каждый день по цветам, но и это реально работает. Да, конечно. Не подойдут, я сразу смотрю. Что еще? На март. Смотрите, я понял, на март и как ходить. Вот, это обычная городская обувь. Что произойдет в первый момент? Во-первых, она скользкая, это раз. Второе, не очень тонкая подошва. То есть, если вы будете передвигаться и выходить на 15 минут, наверное, да, но опять же говорю, вам захочется гулять, особенно в марте, когда будет яркое весеннее солнце. Что? А, вообще поход? Точно нет. Прям я запрещаю вам. Поэтому смотрите трекинговые ботинки. Вот здесь, кстати, приведен прямой, пример 22, да, валенки и теплые сапоги. Очень много вариантов недорогой обуви, да, не какие-то супергорные ботинки, я не знаю, там, от Соломона, да, когда-то можно было купить, и они стоили там 1015. За 5000 можно купить классную обувь в том же сплаве, да, у них есть эта дутая пена, на низ вы одеваете вот такие антискользящие шипы, и она утепленная, она до минус 40, и спокойно гуляете. И еще большой плюс, что она очень легкая. То есть, ощущение, что вы уходите как будто в тапочках. Просто зайдите в магазин сплав, посмотрите, померяете и подберете. Ну, тем более поход. Да, можно использовать трекинговые ботинки, но трекинговый ботинок тоже у него есть там плюсы-минусы. Наверное, если поход вот прямо, я бы, наверное, взял все-таки ботинок трекинговый, потому что он больше облегает ногу. Если вы идете в какое-то такое путешествие, где будете выходить, гулять, смотреть, и там никуда не спешить, не тащить рюкзаки, то я бы рассмотрел как раз вариант такого валенка с прорезиненной подошвой. Про спортивные мероприятия, которые есть вообще на Байкале, кому интересно, чтобы я там понял, насколько заострять внимание. Два человека, три человека, четыре человека, пять, отлично. Давайте коротко расскажу все равно. Есть несколько мероприятий, которые проходят именно на зимнем Байкале. Есть два трейловых забега. Байкал Тера Айс Трейл. Это гонка, которая проходит 12 февраля в этом году. Регистрация уже закрыта, слотов нету на Альхоне. Вторая гонка проходит на юге Байкала, Байкал Айс Трейл. Очень камерное, душевное мероприятие с небольшим количеством людей. Участники бегут тоже по Байкалу, по льду. Заканчивается все таким праздником, бани, каким-то общим ужином. Надеюсь, что попаду. Там слотов нету, но может быть, случайно окажусь, это, по-моему, 13 марта на Байкале. Вероятность маленькая, конечно, но кто же знает, может, может. Ну и два мероприятия, ледовый марафон, это беговой марафон, который проходит тоже на юге Байкала, и он линейный. И каждый год организаторы не знают точку старта и точку финиша в основном. Но это что-то, либо старт, либо финиш в Листвянке, а вот где будет та конечная, либо стартовая точка на противоположном берегу, это неизвестно. И они бегут ровно марафон. Там есть половинка марафона и есть 42 километра. И гонка, про которую я заострю внимание, это ледовый шторм. Это как раз то мероприятие, которое вообще познакомило меня с Байкалом. Это гонка на коньках, на велосипеде. Но сейчас мы про нее поговорим отдельно. Ну и, собственно, вы говорите про заклеивать лицо. Кто знает, что такое тейпы, которым клеят колени, спины, шеи, вообще все, что хочешь, можно клеить. Мы всегда куда ни идем, там в поход, в поездку. У меня всегда есть маленькие маникюрные ножницы, у меня есть спички, у меня есть тейп и зажигалка. Это вот основные вещи, которые беру с собой. Ну, помимо, там еще пару вещей. Соответственно, вы видите, полностью заклеено лицо, заклеен нос. И здесь точно так же, ну, кто-то под одежду подбирает. Я просто, у меня были черные, я черным заклеил. Но можно конфигурировать по-разному. Нос заклеить одним цветом, щеки другим цветом. Можно просто полосой клеить. Самое главное, что обычно мерзнет и что отмерзает и получает обморожение. Это вот эти места, где скулы, щеки, которые нужно закрывать обязательно, и кончик носа. И кончик носа может обморозиться даже здесь, в Москве. Вот в декабре, когда были морозы, вот эти минус 15, кому-то хватает минус 15, чтобы, посмотришь на человека, у него кончик какой-то беленький-беленький, это значит, приехали, обморозил. Но вопрос стадии, опять же, там есть несколько стадий обморожения. Бывает, что он просто отмораживается, и все нормально, а бывает, что не совсем нормально, и потом начинаются вот эти вот ожоги, морозные ожоги, волдыри и так далее. Ледовый шторм. Гонка, которая проходит между ольхоном и листвянкой. И этой гонке в прошлом году было 15 лет. Вообще, она родилась из конькобежного движения, был в память о великом альпинисте, проводят друзья, и проводили это мероприятие сначала для себя, просто они бегали на коньках, и вот постепенно как-то они начали брать друзей, 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 и так вот это все переросло в такое массовое мероприятие. И в прошлом году был, мне кажется, рекорд. На старт было зарегистрировано порядка 100 человек, вышло, по-моему, 87 или 89. И из этих людей было, ну, кстати, это старт прошлого года, две третьих это были на коньках люди, и одна треть на велосипедах, причем на каких только велосипедах туда не приезжали. Туда приезжал какой-то француз на грейвеле, причем грейвел там с такими узкими колесами, шипами, но он не выдержал. На второй день его байкальский ветер как бы сломал, и сломал, наверное, еще там четверть участников, но это тоже отдельная история. Пролетовый шторм. Маршрут пролегает от Ольхонских ворот. Вот это остров Ольхон, здесь вот Хужир, и вот здесь протока между материком и Ольхоном называется Ольхонские ворота. Соответственно, отсюда старт, первый этап, второй этап, третий этап. Всего в сумме 210 километров. Первый этап примерно 85-87, как выберешь траекторию. Второй этап 75 километров и третий этап 45 километров. Гонка на самом деле экстремальна, и прошлый год он показал всю красу за все предыдущие пять лет. Нам каждый год организаторы говорили, будьте внимательны, трещины, в них можно провалиться, можно что-то повредить. И в прошлом году в трещине были лидер по велосипедам. Ну, просто с велосипедом заехал и так же финишировал. Я попал в трещину вот так, причем вылез там со второго раза и понял, что такое там, когда холод бежит по спине, решил не переодеваться просто. Мне местные иркутяне говорили, ты когда попадаешь в трещину в минус 30, у тебя все замерзает и тебе потом тепло. Я думаю, классно, не буду терять время, как бы нырнул, вынырнул и побежали. Температура минус 27 была, мы бежим, бежим с Яшей, вот это как раз мой близкий друг и как бы соперник и напарник. Яш такой, переодеваться будешь? Я говорю, нет. Он такой, ну, нас как раз догнали ребята, кто за нами, это прям со старта было, два с половиной километра мы пробежали. Говорит, трещина, ну и все там как бы по цепочке начали передать информацию, а мы побежали. В какой-то момент я чувствую, Яша мимо меня такой, как паровоз начинает от меня уходить. Я за ним пытаюсь бежать и понимаю, что у меня ноги не сгибаются, я уже вот такой робот такой прямо в этом металлическом ледяном панцире. Думаю, ну классно, качусь. Проходит где-то полчаса, я понимаю, что у меня начинает, ну, как-то вот холодно становится. Думаю, надо переодеться. У меня же в рюкзаке с собой сменная одежда. Такой скидываю, еле-еле снимаю рюкзак и пытаюсь раздеться, но не тут-то было. Вся одежда, она мне даже вот стартовый номер, вот эта вот ткань, я эту ткань смог просто, ну, можно сказать, разорвать, сломать, чтобы ее снять, а дальше все, дальше я не смог ни коньки снять, все замерзло, ни даже молнию на свитере расстегнуть, чтобы его снять. Я просто надел сверху пуховку, поехал дальше, думаю, ну, сейчас согреюсь. Ну, как бы я же пуховку надел, качусь, качусь, проходит 15 минут, я понимаю, что я перестаю чувствовать пальчики рук, пальчики ног, и ботинки какие-то тяжелые совсем стали уже. Ну, и все, и здесь я понял, что на этом надо заканчивать, потому что каждые следующие 5 минут мне бы стоили там пальцев. Но я на самом деле поморозил пальцы левой руки, на следующий день я ехал в двойной перчатке, ну, вот, я их на неделю не чувствовал, вот этих кончиков пальцев. Так что, если вы нырнули в минус 30, вы можете еще двигаться полчаса, это я вам гарантирую. Главное двигаться, то есть, если вам куда-то надо добраться. Но, если у вас есть одежда, на что переодеться, это нужно делать очень быстро. Самое главное, в первую очередь, все расстегнуть, все отстегнуть, потому что коньки, когда я уже там помахал хивусу, что типа забирайте меня, я не смог снять коньки, я просто вот стоял, а мне термосом плевали, чтобы снять крепление. Вот, поэтому гонка на самом деле экстремальна, и в прошлом году вот и Паша бежал, и Таня бежали, и вот порядка 20 участников, кто с велосипедом, кто на коньках, и тот же Яша тоже в последний день, он тоже нырнул там по колено, причем очень неудачно стукнулся плечом, один наш близкий товарищ с Урала, Антон, он вообще, получается, второй раз уже провалился, то есть он первый раз провалился по колено где-то, ехал, 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 потом второй раз провалился по колено, и в этот момент он как бы как катапульта прилетел в лед, и лед его, ему как бы такой дал нокаут в подбородок прямо, я не знаю, кто был, Таня, ты, по-моему, подъехал, или Паша? Таня подъехала к Паше, его как-то там, парень, давай это, приходи в себя, и вот они как-то доковыляли, но вот его даже на финиш, когда привели, он был еще невменяем, там, наверное, ну, полчаса где-то, ну, и там сотрясение, и все на свете, в общем, и он ехал с большим фингалом, с раздутым подбородком, в общем, Байкал не любит суеты, это такое правило, поэтому, и всегда надо помнить, что вы там в гостях, вот это прям для меня, просто с прошлого года, ну, то есть, нельзя переходить границу, точно так же, когда вы приходите в гости, не надо лазить там по шкафам, и вы это не будете делать, ну, я образно говорю, точно так же на Байкале надо с большим уважением относиться и к территории, и ко льду, и к участникам, и вообще ко всему, что вокруг. Продолжил прогонку, ну, это такие фотографии Байкала, где-то вот там Таня едет, да, это, наверное, Серега Фадеев, мне кажется. Наташа едет. Наташа? А, понятно, да. Ну, и смотрите, вот спета, да, кто-то едет на фэтбайках, и, конечно, в какой-то степени это будет плюс, когда человек выйдет на снег, который может быть, но его не так много, ну, или на Гревеле, и что важно, вот эти вот рукава, если вы решите покататься на велосипеде, у вас будут замерзать в первую очередь ноги и будут замерзать руки, поэтому об этом надо думать, никакие перчатки вас не спасут, это гарантированно на велосипеде, поэтому только, я не знаю, как называются эти чехлы, как чуни, не чуни, пуги, а, грибсовицы, ну, короче, большие варежки на руль, по-нашему будет так. Это, кстати, второе, третье место, это, по-моему, Паш, кто это? Участник Олимпиады. Участник Олимпиады на коньках, нет? Конькобежец причем. Да, вот он проехал на велосипеде эту гонку, по-моему, второе место занял. Так, на Д фамилия, да, 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 не помню. Да, да. Ну, вот такое бывает, и видите, как бы лед-лед, а тут хоп и снег. Ну, и коротко совсем про путешествие, которое мы делаем при партнерстве магазина «Сплав» и ребят из «Сплава». Это классический маршрут, это когда из Иркутска вы едете на Ольхон, катаетесь и возвращаетесь. Похожий маршрут есть из Улан-Удэ. Это Восток, восточный, мы называем его Дикий Байкал, потому что здесь это вот как Листьянка вот в этом месте, но примерно где-то минус 10 лет. То есть Усть-Баргузин это поселок, который через 5 лет уже будет, ну, примерно как Листьянка. Там построятся новые гостиницы точно, ну, такие крупные, с однотонными стенами, не с деревянными. Но очень классные люди. Опять же, здесь какой большой плюс. Листьянка, она избалована уже туристами, прям вот этим потоком, и все пытаются, вот, ну, деньги, деньги. Усть-Баргузин это более такой, еще, они сохранили вот эти традиции, сохранили быт, они немножко по-другому относятся к туристам, поэтому, если вы первый раз планируете поехать на Байкал, я прям настоятельно вам рекомендую начать вот с этой стороны. Белесть, что в Иркутск, что в Улан-Удэ по цене одинаковый. Летите вы из Москвы, какой плюс, что вы перелетите Байкал. И это как раз будет уже рано утром, где-то примерно там с 7 или с 6 до там 7 утра, и вы можете увидеть Байкал. И я вот летал в этом году два раза в Улан-Удэ, я видел Ольхон сверху, я видел вот этот Святой Нос сверху. Ну, очень необычные картины, когда ты видишь это вот на картинке, а когда ты сверху смотришь, конечно, другая картинка получается. Ну, и вот здесь Прибайкальский заповедник, национальный парк, очень красивые места, которые тоже стоит посетить. Соответственно, вот в нашей программе «Дикий Байкал» мы приезжаем в Усть-Баргузин, доезжаем до Ольхона, до Малого моря, гуляем, возвращаемся обратно. И здесь, кстати, вот есть вот в этом месте, вот где-то здесь, термальные источники. 38 градусов вода, на улице, опять же, представьте, минус 20, 38 градусов, вы залежаете в этот источник, потом вы выходите в прорубь, потом обратно, ну, в общем, тело почувствует этот вот контраст, очень необычно, очень классно. И, кстати, здесь всегда ныряют в воду, то есть тот, кто никогда не нырял в купель, все ныряют после источника, все как минимум там ножки-ножки умыться и все-таки потом полностью окунаются. Кросс-Байкал, это когда мы начинаем в Иркутске, проезжаем все эти места, все эти места, уезжаем в Баргузинскую долину и заканчиваем в Улан-Удэ. Это 5 дней. И таким образом, я бы сказал, что это такая золотая середина, когда за минимально возможное время вы видите вообще все локации. Ну и самая мощная программа это 8 дней, это весь Байкал. Когда из Иркутска мы приезжаем на юг Байкала и 8 дней мы передвигаемся через все вот эти места и уезжаем на самый север. Я был, вот максимально мое место, где северная точка, я был вот на восточном берегу примерно здесь. Пытался поймать Хариуса, но не поймал. Были очень большие волны и там ребятам стало два им плохо и мы как бы развернулись и пошли обратно. Ну мы были в сентябре на катере. Соответственно, я не представляю, что здесь, но все, кто были, говорят, что это, опять же, совершенно другой мир, потому что мозг просто не воспринимает вот этой красоты, природы, вот этой дикости и полного отсутствия цивилизации вообще. Поэтому, если хотите прикоснуться и вообще перезагрузиться, конечно, это весь Байкал. У меня как раз друзья причем из-за границы, они такие, я их просто очень долго звал на ледовую гонку, на ледовую шторм, говорю, поехали с нами, будете болельщиками. И в какой-то момент я говорю, Сереге, Серега, ну все, вот мы начинаем новое направление, путешествие на Байкал, и он через месяц мне такой задает вопрос, говорит, слушай, я тут подумал, а зачем мы с вами поедем на ледовую гонку? Вы там катаетесь, мы на Хивусе, мы вам не то, чтобы мешаем, но может там с вами поехать на север? Я говорю, да, точно. Ну, то есть, это человек, который понимает, что он поедет на Байкал, скорее всего, один раз в жизни, и он говорит, я поеду с юга на север. Ну, классно. Готов ответить на вопросы про Байкал, я не знаю, насколько получилось передать, но я могу сказать так, что я в России был очень много где, я не был на, в Богадане, ну, из таких, наверное, вот там, городов крупных, а так, ну, в принципе, был везде, и для меня Байкал это номер один с точки зрения силы и энергетики, которую я там испытываю. это невозможно передать вообще никак, это нужно просто приехать, почувствовать, прикоснуться, и самое главное, расслабиться. И тогда вы что-то, что-то начнете в себе замечать необычные вещи, с которыми раньше не сталкивались. За один день на коньках, вот здесь я как раз показал, максимальная длина именно вот в рамках гонки это 87 километров, 90. Но иркутяне есть, которые гоняли от Альконских ворот до Листвянки за один день, которые из Альконских ворот уезжали на север, потом поняли, что погода не очень, решили вернуться 250 километров туда-обратно, прогнали, как бы нормально. Ну, то есть, в среднем, то, что я знаю, что люди проезжали за один раз, это порядка 250 километров. Самое быстрое, за сколько мы проехали вот это расстояние, 87 километров, это было там порядка трех часов. Но если, ну, опять же, пример, это было три часа, это может быть и восемь часов. Средний человек проезжает примерно где-то там, ну, не берем лидеров, берем среднестатистического такого человека, который катается на коньках, я бы сказал, что это примерно пять часов, то есть надо рассчитывать от пяти до семи. В зависимости от там погодных условий, ветра, качества льда. К примеру, в прошлом году, когда мы стартовали из Большого Галаусна, вот этот последний кусок, 45 километров, у нас был такой боковой попутный ветер, и я пролетел этот кусок за час 10, час 15. У меня максимальная скорость была 51 километр в час, средняя 32, мне кажется. Но это был такое, опять же, ну, я просто люблю эти ощущения, когда вот идешь на грани, вот прям, это было все на грани, потому что ветер дует слева в спину, он несет поземку, ты должен читать трещины, потому что самое опасное, когда, вот я, кстати, взял коньки показать, когда конек попадает в продольную трещину, если вот он вот так вот попал в трещину, вероятность, что там останется, ну, близка, не знаю, там, к 70 процентов, и тогда он просто, ты вырываешь конек и летишь, падаешь, соответственно, ты должен читать эти трещины, но это прям был какой-то, опять же, вот то, что я говорю про космос, это другой вид космоса был для меня, вот именно в тот день, я прям, ну, нереальные ощущения пойму. Ну, и в то же время на этом куске было много трещин, но так как я уже купался здесь, я для себя понял, что я перед трещинами, как всегда, не останавливаюсь, то есть я вижу, впереди где-то препятствия, я просто брал больше скорость, и чтобы было силой, я отталкивался и там с запасом их перелетал, в общем, ну, тоже, это все пограничено, всегда надо быть очень внимательным, смотреть за льдом, ответил, вы едете, думаете, отлично, давайте еще пару вопросов, и вот ботинок, пример ботинка, и, кстати, да, про ботинки, вообще, как вообще, что такое озерные коньки, кто не видел, вот это вот такое лезвие, да, полотно, чем оно отличается от обычного фигурного конька или хоккейного конька, тем, что, ну, во-первых, длинное лезвие, да, это лезвие, вот у меня строковой размер, там, 40-41-80 от модели, я его, кстати, сам укоротил, я всем задал вопрос, какой длины должно быть лезвие конька, никто мне не смог ответить, я купил самое длинное, думаю, ну, как в лыжах больше накат, и в итоге два года назад я просто понял, что оно не нужно, оно мне мешает, и я его обрезал, по-моему, там, почти 10 сантиметров, вот, соответственно, сверху стоит обычное лыжное крепление, и это обычный лыжный ботинок для конькового хода, то есть у него, в чем разница конькового и классического хода, у конькового хода у вас закреплена вот эта верхняя часть, у конькового, у классического ботинка у него нет этой части, он мягкий, ну, как обычный ботиночек, соответственно, Обычно обычное лыжное крепление, вы сюда его встегиваете, все, вот у вас как бы, вот, вот, как бы, это моя нога. Вот этот ботинок, это там кастомный, спайн делает кастомные ботинки, они снимают лазером оттиск ноги и полностью под вас делают этот слепок. Он похолоднее, но в целом, вот я гоняю в обычных зимних ботинках, соломонах, которых я всегда, там, я не знаю, у соломона валенок менее теплый, чем у спайна, я вам открою секрет, да, это факт, и те люди, сейчас, Настя, отвечу, те люди, которые гоняют в соломоне, в атомике, в фишере, которые одевают потом спайн и говорят, блин, круто, это проверено. Да, сверху ботинка, это здесь надо уже каждому смотреть, в минус 30, опять же, минус 25 я гоняю без чехлов, в минус 40 я не гонял, я не знаю, что будет, возможно, я, кстати, заказал себе вот этот теплый чехол, на лыжные ботинки одеваются чехлы, они есть из неопрена, их одевают лыжники, в основном, когда там мокрая погода, либо очень холодная, чтобы не продувалось, но есть и теплые вот эти чехлы, но их надо одевать в теплом помещении, то есть ваша внешняя часть не должна замерзнуть, если вы на улице в минус 30 походили 10 минут, потом одеваете чехлы, они точно вас спасут, но они меньше спасут, если вы эти чехлы одели в помещении, то есть все равно тепло в какой-то степени сохраняется. Смотрите, обычные, простые, а вы в тур едете или вы сами едете? Вы сами с усами, берите с собой коньки, просто мой вам совет, просто, да, про коньки берите с собой коньки, потому что, когда вы будете вот на этих экскурсиях, вас повезут по гротам, по всем покажете, я все время забываю, секуи вот эти сосульки огромные, вот, да, вы точно найдете чистый лед, и на чистом льду можно кататься и на фигурных коньках, и на хоккейных коньках, то есть точно берите, и очень многие операторы говорят, мы вам поможем взять в аренду коньки. В итоге, я знаю, в прошлом году была ситуация, которые, ребята, которые ехали, ну, 105 операторов по Байкалу, которые говорят, у нас будут в аренду коньки. Одна девушка сказала, я своих, для меня это гигиена, ну, кстати, это тоже важно. И она была единственная в своем сороковом размере, у нее вся группа, там, 8 или 9 человек просили ее сорокового размера, даже мужики с 42-м залезали в этот конек, чтобы покататься. Поэтому, если у вас будут с собой коньки, если вы соберетесь, я вот к девушкам, кто уже близки, да, к тому, чтобы поехать, да, обязательно берите с собой коньки свои. Опять же, сейчас движение озерных коньков в Подмосковье очень сильно выросло, и очень многие люди имеют вот эти озерные коньки. Просто их не надо покупать ради одного раза. Берете лыжный ботинок у того же знакомого, берете конек, и это немножко другой кайф. На фигурных вы тоже получите удовольствие, и на хоккейных, но на озерных его будет больше. Смотрите, прокатания около берега, скорее всего, нет, ну, потому что он сейчас занесен, и, возможно, его еще занесет. Но какие-то поля льда вам точно покажут, вы его найдете. Может быть, вы найдете лед как раз и около хужира, но это вот тяжело загадывать. То есть даже тяжело сказать, что сейчас есть и что будет через, там, три дня. Ну, все может поменяться. Порт где? Да, да, да. Я говорю, что вот в прошлом году Малое море было вообще занесено. И чтобы покататься, была вот дорожка такая, по которой ездят машины. Раз колея, два колея, вот по ней можно было проехать. Все, все остальное было в снегу. А, про воду, да, 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 про воду. Вода Байкал, 430 метров, на глубине 430 метров она добывается. И здесь фишка у этой воды, видите, картинку, да, потому что посмотреть, она везде разная. То есть я сначала не мог понять, я брал воду, такая синяя картинка, ну, как-то там попил, убрал, там, зеленая картинка, а потом, а там же картинка, и сам суть, что ты через воду, она настолько кристально чистая, что вы видите эту картинку сзади. Так что просто для интереса можете там купить 3-5 бутылочек этой воды Байкала и посмотреть, какие картиночки. У меня сын заклеил, там есть на кухне такие со стеклом штучки, он их поотрывал и с внутренней стороны позаклеивал. Ну, так как это Байкал, я сказал, конечно, можно. Что еще? Так, про коньки я рассказал, про ботинки я рассказал, про маску, про термосы, про термосы, что очень важно. Номер один вообще, что должно быть у вас с собой? Не фляжка, не нож, а термос, потому что это и жидкость, и то, что может там отморозить что-то, ну, и, конечно, просто попить тепленько, это очень важно. Еще классно бутерброды, когда вы с собой возьмете на Байкал, вы привыкли, там, не знаю, пришли на какой-нибудь пикничок, там достали бутерброды, разложили, куда-то там посмотрели, с кем-то поговорили, прошло 3 минуты, вы его берете, и все, а его уже невозможно кушать. Так что бутерброды, когда достали, надо сразу в рот. А это, ну, такое-то, обычно те, кто не знают, они именно так вот красивенько все на ложном, особенно яички вареные там почистили, положили, и, ну, буквально 3 минуты на морозе, и все, и невозможно кушать. Так что все нужно делать очень быстро. Про сезоны, когда заканчивается сезон, когда начинается. Значит, очень много вижу туров на Байкал, на Новый год. Честно, я не знаю, что там делают люди, это я лично не представляю, но потому что, скорее всего, лед не встал, но в этом году, кстати, лед очень рано встал, и кто-то даже катался в заливах именно Малого моря. А так сезон начинается в конце января, зимний сезон, и заканчивается в целом в конце марта. Ну, то есть в апреле уже единицы техники выезжают на лед, хирусы продолжают ездить, но это вот максимально. А летом сезон начинается где-то вот с конца майских, уже начинает все цвести, и он продлевается где-то до конца сентября. Но сентябрь уже может быть пограничным. В этом году мы были, по-моему, где-то 13-15 числа сентября, ночью было уже где-то там плюс... А, было плюс 3, а когда мы возвращались в Улан-Удэ, вот здесь, когда ерешь из Усть-Баргузина, здесь, ну, продлеваешь перевал. На перевале был снег в этот день, ну, в эту ночь, точнее, вечером. Так что идеальное время, я бы сказал, летом, это, наверное, конец июля, начало августа, когда с большой вероятностью будет солнце. Кстати, солнце на Байкале, облачных дней там порядка 35 всего. Все остальное – это безоблачная погода, и говорят, что солнца больше, чем на Черноморском побережье. Так снега там мало, в том-то и дело, что в основном западная сторона вообще такая малоснежная, а здесь, ну, так, засыпает нормально. И здесь, ну, я думаю, что это идет притяжение Хамар-Дабана, и там много фрирайда, очень любят фрирайд. Именно и хелиски там развиты, поэтому там катаются. Спасибо вам, что пришли.